Президент Путин дал понять, что готов ввести зеленых человечков, но, правда, в этот раз использован эфемизм, цитата, «резерв из сотрудников правоохранительных органов, протестующую уже третью неделю Белоруссию». А на следующий день, в пятницу, 28 августа, Путин проводил заседание Совета Безопасности, о чем вы можете привлечь на соответствующем сайте Совета Безопасности России, такая новая инкарнация Политбюро. И там, как я понимаю, был проголосован этот вопрос следователем Совета Безопасности, то есть он сделал соучастниками и правительства, и силовиков, и Государственную Думу. В качестве основания для этой правоохранительной помощи Белорусскому диктатору, естественно, это все в кавычках, который бегает возле своего дворца с автоматом, окруженный бронетранспортерами и спецназом, Путин назвал некие документы в рамках договора о союзном государстве России и Белоруссии, а также договора о коллективной безопасности, известной как АДКБ. Однако эксперты быстро выяснили, что ни в одном из этих документов нет правового основания, нет положения, которые позволяли бы Путину ввести войска в суверенную страну, если только она не подвергается внешней агрессии. Однако ни Польша, где много белорусских иммигрантов, ни Литва, не говоря же об остальной Европе или Соединенных Штатов Америки, никто из них совершенно не собирается нападать на 9,5 миллионную Белоруссию. В самой же Белоруссии протесты идут максимально мирно. Но казалось, кажется, что вот люди специально стараются сделать все, чтобы никому не пришло в голову трактовать их право требовать вернуть им украденные голоса и провести новые выборы, чтобы никому не пришло в голову назвать это погромами или насилием, или что-то в этом роде, что угрожает стабильности страны. И, следовательно, если мы еще раз перечитаем интервью Путина российскому телевидению, следовательно, создают нужду в дополнительных «правоохранителей» из России. Но мы помним, как это делал товарищ Сталин, оккупируя страны Балтии и апеллируя к просьбе руководства народа. Просьбы руководства, то есть диктатора, чью легитимность, замечу, на выборах не признали абсолютное большинство стран мира, этой просьбой Кремль уже заручился. Спрашивается, зачем Путину эта головная боль? Учитывая, что нефтяной рай закончился и денег на Крым-то не хватает, а тут целая страна банкрот, которую придется брать на кож. Первое. Есть известный тезис, что Путин видит свою миссию в том, чтобы восстановить Советский Союз, как минимум в европейские его части. Пометуя, какое ликование вызвало присоединение Крыма, Путин надеется к тому же поднять свой падающий рейтинг. А высокий рейтинг среди населения, как мы помним, ему нужен как ресурс торговли с его генералами. Вторая и, может быть, не менее, а более важная причина состоит в следующем. При том, что Путин, как мы знаем, не верит и не любит батьку Лукашенко, тем не менее, кровопийца и душегуба он ставит выше, он ему милее того народа, который требует отдать ему право выбирать и участвовать в решении вопросов жизни страны. Путин войдет в историю как правитель, который последовательно, последовательно выступал на стороне диктаторов. Будь это Асад в Сирии, Янукович в Украине или теперь Лукашенко в Беларуси. Напомню вам еще, как переживал Путин по поводу свержения египетского диктатора Мубарака в Египте. Путин не может допустить, чтобы восставший народ, вдруг ощутивший себя не просто населением, а обществом, а его членами, гражданами, чтобы этот народ, это общество, эти граждане победили. Помимо прочего, вы понимаете, это прецедент, причем прецедент рядом с нами, в стране, которая по большей части говорит по-русски. Вот этого прецедента он хочет всеми силами избежать. Третья причина этой готовности Путина помочь войсками или правоохранителями бунтующей Беларуси, это конец нефтяной экономики, на которой зиждался весь путинский режим и который позволял покупать лояльность населения и, что еще важнее, силовику за нефтяные деньги. Несмотря на обещания главы Роснефти Сечина, прежних цен на углеводороды, судя по всему, как минимум в ближайшие 10 лет не будет. Мир не только перестал летать и ездить из-за пандемии, ну, через год-два этого становится, но цивилизованный мир прикладывает максимум усилий, чтобы не зависеть от углеводорода. Мир кардинально изменился. Это значит, что Путин вполне может ждать протестов внутри России. Да, собственно, они уже есть. То в Хабаровске, что в Башкирии. Поводы меняются, но люди протестуют, потому что они пытаются хоть как-то сказать власти, что им жить трудно и плохо. И поэтому Путин всеми силами дает понять, то он власть не отдаст. Но только вот денег купить и бедных, и норковые шубы, которые выходили в 2011 году, и силовиков, у него уже не будет. В этом проблема Путина. Теперь как это связано с попыткой устранения Алексея Навального? Напомню вам, что был очередной пресс-релиз из Берлинской клиники. Алексей Анатольевич по-прежнему находится в медикаментозной коме. Ухудшений нет. Будем ждать хороших новостей. Тогда нам скажут, что началось улучшение, и он пришел в себя. Так вот, как это все связано, вся эта история вдруг прослушившийся в Путине любви к Лукашенко, как это связано с попыткой устранения Алексея Навального? Впрямую. И вот почему. Путин видит, что и в Хабаровске, и в Белоруссии протест не становится политическим. То есть протест не ставит вопрос о власть. И не ставит он ровно потому, что нет лидеров. К сожалению, у Светлана Тихановской она находится за пределами Белоруссии. И хотя многие ее считают избранным президентом, тем не менее, очевидно, она таковым не стала. В Белоруссии батька, придя к власти, потенциальных соперников из элиты поубивал. А кого не застрелил, тех позже посадил. Причем сажали их в максимально жесткие условия. Их ломали, уничтожали их мужское достоинство. И в результате, когда они выходили, они тут же эмигрировали. Тут же уезжали за границу. И о них мало что слышно. Это классика авторитарных режимов. Оставлять после себя выжженное политическое поле. Ровно для того, чтобы протест не имел лидеров. Кстати говоря, ровно это мы наблюдали в Египте, где 28 лет правил Мубарак, который вел вообще чрезвычайное положение. И люди не имели права вообще собираться нигде, кроме как в мечети. В России такой лидер был, и будем молиться, есть, и он вернется. И это Алексей Навальный. Попытки его покалечить предпринимались, кстати, раньше. Именно то, что все нападения Навального, а это и попытка лишить его зрения, и возможное отравление в изоляторе временного содержания, то, что это никто не расследовал. И даже когда точно известно и есть видео, кто и как плескал ему в глаза зеленой жидкостью, этот человек не задержан, не арестован, уголовное дело не возбуждено. И это прежде всего заставляет нас думать, что попытка устранения Навального идет с самого верха. Как говорят знающие люди, Алексей Навальный, номенклатура первого лица. Но травили у нас в Отечестве не только тех, кого считают номенклатурой первого лица. Точно так же травили нашего коллега Юрия Щекочихина. И за его страшную смерть никто не ответил. Так травили Анну Политковскую на пути в Беслан, а потом убили. Так, судя по всему, дважды травили Владимира Карамурзу и Дмитрия Быкова. Устранение Навального решает для Путина сразу несколько проблем. Первое. В случае большого протеста, как в Белоруссии, у российской оппозиции не будет, как минимум, на земле не будет лидера. При всем уважении к многим известным оппозиционерам, мало кто из них способен вывести на улицы российских городов людей возраста несогласия, как назвал свой гениальный фильм о штабах Навального Андрей Лошак. Я напомню, что Навальный создал свои штабы в более чем в 80 регионах страны. И сейчас они существуют примерно в 40 городах. Масштабные протесты в Белоруссии это ответ на вопрос почему сейчас? Почему Навального решили устранить сейчас? Опасения, что, смотревшись на белорусские протесты, где каждый выходной на улицу выходят люди, они очень серьезные. В общем, заметьте, в Белоруссии выходит на улицу примерно 4-5% взрослого населения. Если пересчитывать это на население России, то это примерно в России было бы 5-6 миллионов человек. Очевидно, что гопники власти собираются выводить из строя и других сильных молодых. Так как это случилось вчера с Егором Жуковым, которого сначала выгнали из аспирантуру высшей школы экономики, не успев принять, он, правда, успел заплатить деньги за это. А вчера, после того, как он рассказал о своем увольнении из аспирантуру вышки на Ютьюбе, его избили возле дома. Били сзади, по голове, калечили. Сейчас он в больнице. Но отравление Навального это еще предупреждение и всем не своим. То есть всем представителям путинской элиты, у кого нет на плечах погонов, или кто эти погоны снял в ответ на право иметь свое мнение. Путин и его команда дают понять любого, вне зависимости от положения известности и количества миллионов или миллиардов на счету, только дернетесь, свое получите. Очевидно, что убийство Бориса Немцова, в прошлом вице-премьера и губернатора, либо уже подзабылось, либо многие списали его на дикость характера предводителя кавказского воинства. Тут же вопроса нет. Навального, конечно, убирали по кивку с самого верха. В этом вопросе, кстати, Путин, повторю еще раз, учится у Лукашенко. Наконец, отравление Навального и это отражение страхов самого Путина, который понимает, что вокруг него подрастают молодые волки, которым работа на хозяина, начинает надоедать. А пробиться наверх, как это было и при советской власти, кстати говоря, все труднее. Те сосуды и артерии, ведущие к сфере принятия решений, перекрыты людьми пред или давно пенсионного возраста. Это предупреждение им. Вы, ребята, подумать не успеете, а мои вам уже дадут чаю попить. То есть вспомнить, как бесконечно шерстил и расстреливал людей своего ближайшего окружения Сталин. Автократы люди одинокие, а Путин за последние годы насмотрелся, как предавали, как кончали свою жизнь, казалось бы, могущественные диктаторы, такие как Бубарк, Тадам Хусейн или Каддафь. Президентский выбор в США, ой, это очень важная переменная во всей этой нашей истории. Крайне любопытно наблюдать, как что Си в Китае, и что Путин в России торопится и решит важные для них вопросы до того, как в США возможно 3 ноября сменится президент и вместо Трампа в Белый дом придет Джо Байден. Китайский лидер уничтожает протест в Гонконге, принимая законы, которые делают сопротивление невозможным и отправляя за решетку всех тех, кто руководит или финансирует протест. Видно, как председатель Си торопится. Путин решает ту же проблему, но уже в России, обеспечивая свою несменяемость, устраняя реальных оппонентов и готовясь расширять империи, чтобы было чем одаривать своих изголодавшихся на низких нефтяных ценах вассалов. Нынешний президент США Дональд Трамп это крайнее выражение американского изоляционизма, когда центром американской внутренней и внешней политики является один человек, сам президент США. А все, кто не с ним, кто против него, они враги. В огловном плавильном котле под названием Соединенные Штаты Америки, где каждый другой, либо по разрезу глаз, другой, либо по цвету кожи, либо по сексуальной ориентации, либо по религиозной принадлежности, либо почему еще, культура договора, компромисса, это необходимые защиты от войны всех со всеми. Ведя в обиход термин враги народа и тем, кстати, повтори, за Сталином и Гитлером, Трамп буквально расколол и так да нельзя на электризованную страну. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки всего две по-настоящему большие партии, два главных средства канализации интересов. И вот стало совершенно понятно, что эти два канала просто перестали справляться с многообразием американского мира. И этот мир раскололся. Закончившаяся на прошлой неделе конвенция, то есть съезд республиканцев партии, который проходил полувиртуально, то есть он проходил виртуально, как и конвенция демократов, но в последний день он проходил на лужайке перед Белым домом. И вот эта конвенция республиканцев мне скорее напомнила съезды КПСС. За тем, что только исключением, то дети и родственники советских генсеков им все-таки не позволяли выступать с трибуны съезда. А тут аж шесть человек с фамилией Трамп рассказывали миллионам американцам, почему им надо 3 ноября голосовать именно за человека с их фамилией. Но мало того, тречу в поддержку Дональда Трампа выступила даже ныне любовница его сына. А Мелания Трамп, первая леди США, предложила себя в костюме военного образца, прозвивая всех богатых женщин Америку воевать за ее мужа. Цифры опросов в разных штатах и прежде всего в штатах, где голосуют по-разному в разные годы, пока это переменчивые штаты, эти цифры показывают, что лидирует номинант демократической партии Джо Байден, представляющий абсолютный мейнстрим. Байден впервые избрался в Сенат еще 48 лет назад. Он знает всех и вся политической тусовки Америки, и поэтому он должен быть приемлем и для республиканцев, и для демократов. Собственно, в этом, как мне кажется, состоит идея попытаться договориться на каком-то на таком вот мейнстримовском кандидате. Однако все эти вопросы и все эти цифры сейчас ровным счетом ничего не значат. Все будет решаться в последний месяц перед выборами. К тому же протесты, которых в некоторых городах сопровождаются погромами, вполне могут испугать жителей пригородов. А это почти 70% всех избирателей. И особенно они могут испугать женскую часть этого электората пригородов. Почему это важно? В 2016 женская составляющая пригородов по большей части проголосовала за Трампа. Вообще в принципе считается, что в пригородах женщины голосуют так, как голосуют их мужья. Но спустя два года на выборах в Конгресс женщины из пригородов уже проголосовали за демократов. И так демократы вернули себе большинство в Палате представителей. Но серьезные опасения возникают по поводу того, что наблюдая за погромами жители пригородов могут захотеть жесткой руки. А Трамп все время демонстрирует, что он готов вводить войска куда угодно. Слава Богу, Соединенные Штаты это федерация, поэтому ввести войска в тот или иной штат национального гвардия, он может только если об этом к нему обратились с просьбой за помощью губернатора этих штатов. Так вот, какое это все имеет отношение к Беларуси, к желанию Путина сделать Беларусь виселитетом России. Самое прямое. Европа панически боится Путина. Как минимум потому, что он никем и ничем не ограничен и совершенно непредсказуем. Перед Путиным не стоит проблема перевыборов, как перед любым западным политиком, поэтому он себе может позволить делать все, что он хочет. Собственно, с исключением канцлера Германии Меркель, никто и не решается в резких разговариваниях разговаривать с Путиным. В этом смысле США, как супердержава, уже в силу своей экономической мощи, служили, ну, своим родом ограничителем на действия автократов вроде СИГ Китая или Путина в России. Но при Трампе США совершенно ушли из глобальной политики, Госдепартамента как проводника внешней политики просто нет. Президент Трампа ни разу не высказался ни по поводу белорусской трагедии, ни по поводу отравления лидера российской оппозиции. Заявление Государственного департамента по поводу отравления Навального, ну, это была просто какая-то надсмешка. Дескать, ну, ребят, если беретесь убивать, то делайте это аккуратно. Переизбрание Трампа будет для Кремля подарком, но Кремль считает, что победит Джо Байден, а потому и торопится, старается успеть до того, как Вашингтон могут переехать те, у кого длинный зуб и на Путина, и на все его окружение. Именно поэтому я думаю, что Путин постарается решить белорусскую проблему в ближайший месяц. Европа, конечно, пошумит, но скажет себе, слава Богу, что ни Польша, ни Литва, за которой пришлось бы вступаться силам НАТО. Ну, и к тому же в Европе по-прежнему должен российский газ. Мы же видим, как Мерки борется за «Северный поток-2», который сейчас заморожен санкциями США, но понятно, что если Трамп победит в ноябре 2020 года, терять ему будет уже нечего, поэтому все эти санкции он не снимет. Я бы на месте Европы, тем не менее, вспомнила бы конец 30-х издача Чехословакии. Аппетит рождается во время еды. Кровь диктаторов возбуждает. Правда, и кость иной раз тает поперек гор.